у меня никогда не было мечты чтобы быть знаменитостью правда никогда чтобы меня показывали по телевизору как сейчас многие может быть мечтает я не говорю что это плохо абсолютно у меня не было этого просто делала свои дела все любила 45-й вопрос арена бородка никобаева пожалуйста уважаемый сергей евгеньевич уважаемые депутаты считаю законопроект по поводу которого мы будем сегодня голосовать принципиально важным для духовного состояния нашей страны нам необходимо признать что ситуация в которой оказываются дети ставшие жертвами насилия ужасающие сми с наслаждением обсуждают эти истории заставляя детей пережить все снова уже в качестве жертв масс-медиа очень много было песен мне одна семья у них была такая история что ее дети вот так вот ну пострадали от этого да и она говорит вы понимаете я не хочу ходить на эти ток-шоу но меня заставляют и говорят что если вы не придете то мы покажем под таким соусом что вы будете жалеть понимаете идет такой шантаж не хочу допускать этого в мой законопроект говорит о том что несовершеннолетние дети которые пострадали от противоправных действий их не должны показывать по телевизору да и не должны говорить имя и фамилию то что интересно взрослым это не всегда хорошо детям поэтому не надо их трогать мы авторы законопроекта конечном счете добиваемся только одного чтобы на распространение информации пострадавших детях был наложен полный запрет спасибо за внимание спасибо ставлю на голосование в третьем чтении включите режим она абсолютно твердый и в своих убеждениях и тех делах которые она делает абсолютно твердый человек я довольна но очень волновалась и я знаете сегодня опять пока шла по коридору когда чемпионат европы или чемпионат мира у нас очень длинные всегда коридоры потому что в больших дворцах проводятся чемпионаты европы и мира и ты пока идешь по коридору ты так волнуешься я этот коридор вспомнила кого сейчас я выхожу на помост и буду выступать я до сих пор не могу спокойно смотреть опять я сжимаюсь опять также содрогаюсь понимаешь что ты уже запись что успокойся это уже прошло вот мне такое ощущение что я сижу в зале объявляют алина кабаева я думаю что вся россия замиранием сердца наблюдала момент когда обруч слетел с пальцев скользнув буквально как она совладала с собой после такой серьезные ошибки как она собралась и завершила вторую часть своего упражнения абсолютно без ошибок это просто честь и хвала я в тот момент вспоминала самые лучшие свои дни я вспоминала свою маму как мы с ней гуляем я прихожу домой что она готовит мне то есть вот так вот я себя держала чтоб не заплакать потом я позвонила маме все и гружи закончилась я не знаю как дальше жить жалеть я не хотела прям жалейская доченька да ладно бог с ним нет это не страшно говорили это совершенно не страшно это хорошо это здорово что ты проза призер олимпийских игр вот некоторые мне говорили алина ты же не корову проигрываешь я смотрела и гурда и не корову проигрываю может быть но я не хочу проигрывать все для меня это я не хочу проигрывать нет пусть я сегодня не выиграю но я точно знаю что завтра я выбираю вот это должна быть уверенность в каждом человеке мне кажется это вот вот этот движет вообще человека к победе не надо расстраиваться сегодня не смогла завтра сможет завтра не сможешь послезавтра сможет ты все равно сможешь начинать все сначала опять с нуля и это очередные четыре года это очень сложно она сильно плакала я говорю ну ты не расстраивайся а чем плакать все бывает и проиграешь и выиграешь все бывает жизни а то хорошо то плохо надо все терпеть вот так пошли пошли спокойно неправильно стоп ну что ж красавица вот такой темп у нас должен быть спорт знаете как закаляет дисциплина на всю жизнь остается все что сейчас я считаю что какие-то успехи есть неравнодушие это это все спорт сделал так меня воспитал ну и родители конечно ну и тренер конечно винар это все вот в общем один раз был такой момент она делала фуэте так как в балете я понимала что она может сделать это хорошо но у нее чуть не получалось я нагрел я не могу я сказал как не можешь вот не могу я сказал совсем не можешь вот совсем не могу и так я в нее запустила булавой и булава прошла мимо ее лица все в одном сантиметре все после этого она больше никогда не говорила слова не могу ну-ка иди быстро на ковер и сейчас мне сделаешь упражнение с булавом но не поверите я стою значит вся в слезах конечно но я встаю и делаю чисто правой я наградку что так сразу нельзя сделать нужно обязательно получить получить как следует а конечно нельзя поднимать руку но слушайте ну вот она такая но такая вот и я на самом деле благодарна за это право ни в коем случае не жалейте своих детей лучше вот прям с детства проходить такой урок такую непростую жизнь чтобы в будущем когда ты становишься взрослее чтобы ты был уже такой найти профессиональный боец сведените ноги девочки нам пришло приглашение в нижнекамск на отборочный турнир фестиваля алины кабаевы и мы готовим новую программу хотите попасть на финал алина является локомотивом все это истории она собирает девочек из разных уголков нашей страны маленькие поселки небольшие города это надо видеть как они готовятся к этому фестивалю и издалека дол дол и еще трика а а еще трика а а а Заикрая, среди хлебов белых, среди хлебов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. Когда мы работаем под музыку, я иногда напеваю про себя. Этот номер про Волгу, купальники синие, шарф синий, это ассоциируется с рекой Волгой. Мячик, он по цвету подходит. А вот эти водобарашки, это как бы волны такие. Мы сейчас едем через реку Волгу. От Ульянска до Нижнекамска ехать на где-то 5-6 часов. Как-то волнуемся. Когда показываешь свой талант, ты хочешь, чтобы ты всем понравилась. Тренер Татьяна Николаевна говорит, душу раскрывать надо, показывать. Надо было, чтобы все красиво было. Без хорошего тренера не может состояться гимнастка, и без хорошей гимнастки не может состояться тренер. И тем более, та история, которая случилась с художественной гимнастикой, которую мы с Алиной сумели сделать так, что художественная гимнастика стала такой зрелищной, потому что она стала рискованной. Она выступала, как будто летала. Как птица, которая, мы смотрим, ох, как она высоко летит, как страшно. А для нее это ничто. Цель-то у нее была, она хотела стать золотой, взять золото. И вот когда все случилось, что Алина стала розовым призером Олимпийских игр, и какой-то был следующий турнир у нас, она заняла там первые места, у нее появилось какое-то свое такое настроение, веру такую она нашла в себя. Белый клык. Когда это, наверное, читали Джек Лондона? Ну, кот, это, наверное, школьная программа вообще, правильно? Но, когда ты в школе его читаешь, то ты по-другому как-то, ну, понимаешь, что это про животное, наверное. А тут понимаешь, что этот белый клык – это вообще очень хороший пример для человека, сколько он трудностей прошел, чтобы быть сильным. Когда он дрался, когда он защищал свою территорию. Все по жизни его научило, что он стал сильным псом таким, волком. Приехали в Испанию на чемпионат мира Мадрид. Она выступила достойно. Абсолютно чемпионат мира становится Алина Кабаева. Все, и буквально через буквально 10-12 дней мы узнаем вот это, то, что говорят, что Алина попала в дисклификацию, в допинг. Для меня это было, конечно, нонсенс, потому что я знала, что это, быть такого не может. Это был удар страшный. Видимо, тоже так должно было быть. Это испытание. Потому что чем сильнее человек, тем больше испытаний ему дает Творец. Я не понимала вообще, что мне делать. Это было, ну, это не объясните. Ну, у всех, наверное, были еще проблемы и сложности и похлеще, я не знаю. Было очень сложно. Мы с ней были на тот момент не так долго знакомы. Вот. И она достаточно юная девочка совсем была. И она мне говорит, я устала, я не могу заниматься. Я вот бросаю предмет, я понимаю, что я не хочу выловить, я не хочу заниматься. Я там и уезжала, и бросала гимнастику несколько раз. Ну, вы понимаете, да, куда можно было у вас скатиться? Ну, прям совсем уйти. Потому что, ну, ты была такая потерянная. Ты не понимал, ну, быть звездой, и потом просто тебя взяли и вот так вот, может, и о пол. Писалось у нас в прессе, что Кабаева сойдет, что это все, это она закончит. Но при этом, понимаете, как Алина сказала, мам, не на тех нарвались. Раздался звонок ночью. Ты знаешь, я тут сидела, смотрела трансляцию, показали наших фигуристов. Я вот увидела, что они стоят на своем пьедестале, играют гимн, поднимают флаг, и я поняла, что я хочу вернуться. Афины – Олимпийские игры. Кто кричит – Треция, кто кричит – Украина, кто кричит – Россия? Молилась, просила, говорю, Господи, помоги ей собраться с мыслями. Мы не созванивались, не волновали друг друга. То есть такой смс-кой «Удачи, мы с тобой». Мы за нее болели всем сердцем и всей душой, абсолютно все. И когда пошел последний вид ленты, я вам могу сказать, оставалось, может, секунд 15 до конца упражнения Алины, и я уже ушла, с радостными слезами из зала на улицу вышла и орала, все, повели. И весь дом, когда выиграла, кричат. Смотри, смотри, Алиночка. Я говорю, ну, дай Бог, слава Богу. Алина Капаева. В честь нее играл Дима Россия. В этом гимне заложена вся та огромная работа, которая была проделана для того, чтобы встать на этот пьедестал и спеть этот гимн. Алина Капаева. что было то было 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 бы его но прошло вот это у нас танзю все делают по разу можно по разному это все делать на такая разминка для гимнасток это балет тут все проверяешь тренировки на нашем языке репетиции у нас начинаются где-то за полтора месяца и вот фактически вот каждый день мы готовим номер который она на фестивале показывает разминка наша начинается с классического урока балет очень редко делаю сна на балерин посмотрят и скажу что я что-то делаю неправильно и будут про правы потому что у нас совсем другой балет гимнастический красиво ножки плее поворот ручку оставили плее ножки согнуть корпус угловненько ручка вниз вперед стой не надо наклоняться опустили ручку еще раз препаратион и раз и два стоим красиво стоит смотрим вот сюда на край смотрим молодец чуть-чуть голову подняла мы с вами готовимся куда на отборочный турнир алины кабаевой да если будем хорошо тренироваться мы будем как чемпионки с вами мы команда города тихорецка это уже будет четвертый раз мы мы поедем опять город нижнекамск там нам очень понравилось алина калаева нам хлопала и потом когда вернулись домой мы всем рассказывали мы подходили к судейскому столу и брали автографы у алины у нас у всей команды кто ездил есть а фотографы ну каждый может там похвастаться чтобы на турнире алины кабаевой я только второй раз езжу надо много тренироваться не пропускать занятия и и и трудиться тогда возьмут на макабаева дети которые едут издалека они чувствуют трепет и восторг и ожидания встречи может быть кто-то не станет из них чемпионами но вот и вот эту встречу они не забудут никогда турнир в нижнекамске это республика татарстан я курьеру этот город как депутат туда приезжают все команды с нашей большой страны вообще идея как родилась я вам хочу рассказать об этом это очень на самом деле так вот мне кажется это важно когда я закончила спорт в 2007 году прошло какое-то время и ирина александровна хотела мне сделать всегда такой знаете вот ну как бы проводить меня из спорта что все я закончила и сделать такой вечер творческий вечер алина кабаева я говорю я не хочу я говорю не надо не провожайте спорта я остаюсь в своей художественной гимнастике и вот потихоньку как-то вот все рождалось рождалось как я это вижу и вот я думаю почему бы не показать тех детей те школы художественной гимнастики которые работают у нас и вот так вот это все родилось и и мне кажется в прекрасных такой праздник и я счастлива безумно такой побольше эмоции очень вы перепугались что ли я че страшно нет вот завтра постарайтесь ладно зрители придут судьи будут я буду смотреть на вас ладно надо чтоб красивые были с хорошим настроением уверены потому что если хорошо выступите можете на фестиваль поехать что же важно а хотите да ну вот должны постараться лучшие команды из нижнекамского едут на фестиваль в москву у нас было 16 девочек я стояла в номере волга нам исполнял песню еще в кобзон мне кажется очень здорово выступать когда поет народный артист мне кажется это очень очень красиво мое у меня семнадцать лет когда кабаева проводит фестивали я правда не всегда спрашиваю алиночка что исполнить на этом фестивале алина мне сказала что вот давайте для ульяновской команды споем эту песню и когда иосиф давырович поет эту песню про волгу с другой стороны уже звезда ночью он там пойдет споет и там детки какие-то ну это же все-таки тоже не нитые гимнастки какие-то там где но с таким удовольствием согласился для наших детей это большое дело некоторые дети даже не были никогда в москве они увидели артистов которых видели только по телевизору и даже не могли мечтать с ними просто рядом сидеть а это они с ними выступали выходили вместе держали за руки в лужниках ежегодно мы становимся свидетелями потрясающего зрелища когда эти красивые стройные детки когда они счастливы с бантиками с какими-то непонятными разноцветными костюмами с счастливыми лицами и она все обеспечивает заранее все обсуждается с режиссерами с теми людьми которые могут стоять шоу с хореографами декорации новой но это целая история знаете тоже новый опыт абсолютно я этого никогда не касалась и я на самом деле счастлива что я в этот процесс погружена вот смартфон диснеевский это нужно вы боитесь диснеевская статики нет я вы мне подождите скажите что я пока не мы вас услышали просто переделал мы сделаем уйдем от какой-то скандинавии главное чтобы это была страна не похожая как не прилетели в сказки пушкин да пушкин наш хорошо не должно быть конкретно слишком русской нет у нас должно у нас не в этом на у нас там еще есть ну понятно вдруг как сказка скрипнула это наша сказка хорошо ну окей окей услышит давайте не будет сказка нашей страны это наши дети дорогая алина пишет вам мама девочки которая занимается с четырех лет гимнастикой в нашу семью пришла беда вот нам установили такой диагноз просто народе его называют рак был обычный день вечер зазвонил телефон когда мне представили что это из фунда алины кабаевой честно говоря я не поверил своему шам я не я просто не ожидала я не знаю я стояла я не могу вымолвить ни слова стоял просто и плакала из тихорецка мы поехали в москву на обследование было очень приятно что можно сказать звезда такой величины оказала какой-то какой-то интерес можно сказать моей персоне она достаточно упорно пыталась восстановиться через год она поехала на фестиваль алина и это я считаю самое главное в жизни вики победа если бы у меня была возможность то я бы тоже помогала людям я могу заслужить это своими победами гимнастике выигрывать турниры чемпионаты также как алина маратовна когда я спросила у камели а кем ты хочешь стать она сказала я хочу стать олимпийской чемпионкой ну так говорят многие дети я говорю а почему ты хочешь стать олимпийской чемпионкой она сказала потому что я хочу помочь своей сестре я хочу ее вылечить и я хочу чтобы она она жила полноценной жизнью потому что сестра у нее инвалид мой ребенок берет с нее вот именно вот это что она не останавливается цель какая-то всегда у нее есть она пошла в думу она создала какие-то благотворительные фонды и вот это жизнелюбие какое-то вот в алине вот мне кажется на детям и передается если что-то тебе дается ты как ты должна правильно отдачу делать на сто процентов работать и отдавать это все то что тебе дается сверху у тебя есть эти возможности эти возможности ты должна отдавать люди мне кажется она хорошая была гимнастка сейчас хороший человек это очень хорошо я бы тоже так хотела а что такое испуганное боишься не бойся я не кусаюсь молодец тебе желаю удачи спасибо давай чтобы тебе успехов и большая молодец спасибо спасибо пока удачи до свидания большая ответственность конечно это все переживание не все так просто как кажется и вообще мне кажется что если каждый человек чувствовал боль другого человека там мир был был бы совершенно другим некоторые говорят что можно так сойти с ума но безразличие то хуже всего хуже ненависти и поэтому когда мне позвонили знакомые сказали смотри не бери тебе должны привести девочку без данных только гнется спина гнется у меня больше ничего нехорошего нету вот я сказал приезжайте приезжайте посмотрим за коротко ясно она мне говорит я вас жду 9 февраля у вас есть возможность прилететь и да как у нас есть возможность прилететь поймали машину она помнит оси говорит это будет стоить 5 долларов алина мама но ничего едем так вот уехали мы с ней первый раз вот это здание очень тренирующий центра новогорск сначала мне алина не очень понравилось потому что я думала увидеть малышечку маленькую девочку а увидела уже девочку довольно взрослую а вот и не в том весе в котором надо было бы мне ее увидеть я сидела в кресле не было невдомек кого я вижу перед собой а я не знала кто передо мной вот так мы познакомились и сказал ну вставай давай сделай как обычно я говорю ну сделай что-нибудь покажи что ты умеешь там когда она начала двигаться двигаться я поняла что эта звезда и Александра вышла и сказала мне все последующее что вы сейчас можете быть свободны и девочка остается на три дня мы хотим ее посмотреть не звони написать оставила ребенка но когда я выходила из новогорска я не знаю вот это сейчас это вспоминаю мне прям накатываются слезы это была такая для меня неизвестность что я делаю переживала ждала когда это пройдет трое суток наступило утро я набираю ирины александровне а вы можете приехать первым делом я конечно пошла к алине в комнату тихо раскладушки вся в слезах ничего случилось это мама говорит три дня не давали есть не давали пить мне можно было только несколько глотков воды для того чтобы понять как у меня уходит вес за одну тренировку за три тренировки за один день ей было десять лет одесса должна исполниться в мае вот так мы остались новогорске тренироваться среди сборной команды россии по художественной гимнастике это чудо конечно когда еще была малая мне было где-то 12 11 лет и я первый раз приехал на международный турнир от россии это был город коллег во франции и я стояла значит собрачем готовилась первое мое выступление первый мой выход и про себя думала что вот сейчас я если убегу меня никто не поймает и можно не выступать и ничего с тобой не сделают вот просто нужно сейчас взять и убежать а мне уже выходить там через 20 секунд потому что заканчивается упражнение там другой спортсменки вот такой страх был но самое главное но это правда мне кажется это многие знают очень сложно сделать первый шаг но как только ты его делаешь у тебя все получается когда она выходила зажигалось солнце на ней потому что сжигала солнце она даже если была темень даже если была пурга и как поет в песне метель опять метель у нас всегда было в зале солнце я когда приходил даже когда она уже выросла я приходила и смотрел стоит ее машина или нет когда машина ее стояла у меня поднималось настроение мы не давали расслабляться никому потому что мы придумывали новые элементы мы всегда сдвигались вперед россия поменяла правила вместе с гимнастками но вместе со мной вместе с арене александровна конечно с тренером вот и по этим правилам весь мир работал догонял нас так что все тянулись за нами сейчас они говорят о том что россия занимает у нас всегда первые места это неправильно поэтому трудности мы убираем многие страны не могут так сделать как вы сейчас убрали насколько я знаю гибкость то есть вот эти все гибкости которые делала я раньше они просто будут не считаться все я вот видела часто как алина выходила на ковер насколько сосредоточена и в то же время лучезарная улыбка вот я вот я пришла я представляю страну самую лучшую страну в мире алиночка на все время рядом со мной государственной доме и мне интересно наблюдать за ней и мне и терешковой мы и когда ее нет мы обсуждаем с валентин владимировны нашу соседку я обратил внимание на одну очень характерную деталь вот и улыбка нисходящая с лица кажется думает но все с ней можно пофамильярничать с ей можно ничего подобного ни один чиновник ни один бюрократ не сможет захлопнуть перед ее носом дверь она приходит и говорит ему с этому бюрократу условно иваново мы страдаем от того что у нас нет средств развивать этот спор никто не откажет потому что море обаяния и самое главное по существу она не просит для себя она просит для страны потому что воспитывает будущее страны молодежь именно порядочные и сердобольные люди должны и законы строить потому что как они строятся юридически можно научиться найдется и юрист скажет товарищи здесь надо запятую а здесь . но принимается серьезное решение да есть логика некая последовательность поступков но в основе всего этого я думаю все равно совесть что меня покорила в ней ей пишут очень многие и ту боль ту просьбу с которой обращаются люди она близко к сердцу принимает и пытается помочь две тысячи восьмом году когда случились военные действия в городе схенвал мне позвонили и попросили меня помочь но и сказать что там многие другие еще спортсмены привозят там что-то спортивные металли мне попросили привести ковры для художественной гимнастики нас встречали ребят из мчс и мы видим что колонна танков идет мы их пропускаем я смотрел на этих ребят и они едут с это поднятой вот это головой я смотрю молодые же у них только вот может вообще вся жизнь вот только начинаться и они пошли туда не пошли воевать они пошли быть солдатами потом нас привезли в тот зал где я должна была привести до ковры и я присутствую как дети вообще могут здесь заниматься вот такая огромная дыра потолке пробита бомбой и я сказала что давайте мы построим хороший спорт комплекс знаете для меня на самом деле это впервые я такая счастливая честно могу сказать чуть-чуть осталось нам достроить спорт комплекс для детей которые будут заниматься спортом не только художественной гимнастикой у нас есть и бокс и борьба и плавание и тяжелая атлетика строить наш благотворительный фонд в ней есть эта потребность человеческая потребность совершать добро как мы первый раз с ней встретились не могу вспомнить где это было вот здесь в этом театре мы встречались я открытым текстом есть сказал что мы хотим поставить вот этот спектакль и у нас немножко не хватает деньги обняла меня пригрела так что-то мне говорила как дедушка я думал ну а чужина со мной занимается она же у полный порядок и она мне сказала у нас есть фонд я по помогу вам сделала мы сыграли играем этот спектакль есть люди которые тебе жертвуют деньги есть люди которые тебе верят и доверяют это доверие моему имени и мне лично как алине никобаева но спасибо им большое за доверие но мы вместе я не одна я всегда говорю один в поле не воин ее порядочность ее собранность ее ответственность перед всеми за все ее пунктуальность 8 утра ты ей позвони она уже на тренировке значит в 10 утра у нее уже заседание в доме в три часа дня она уже прилетает мишникамск то есть вот в таком режиме находится всегда и дается информация по телевидению идет строка что депутат приезжает регион когда нас забирают в армию мы не бегаем и не собираем справки ничего дали приказ мы пошли по моему мы достойно отстояли почему же тогда мы сталкиваемся с такими бюрократическими очень многими проблемами каждый кабинет меня посылает друг другу другу здесь есть трудности но давайте я попробую как не попробую а я сделаю как законодательной власти мы подумаем какие может быть поправки даже может быть это не нужно поправки а просто обратиться в профильный комитет и узнать какие шаги будут предприняты если уже 17 квартир сейчас будет уделять это уже первый шаг маленький но он сделан и давайте мы вам пришлем ответ и будем вместе работать на лице и мы рецепт купон на социальное такси уже пытались у нас есть возможность такая объяснить человеку как получить талон вот я тоже не знаю я депутат мне тоже интересно как получить талон на социальное такси мы просто объяснить можем или может быть какой-то сайт есть в интернете большое спасибо вам за то что признание за мои общественные полезные работы дай бог здоровья и благополучия спасибо вам большое человек который занимается детишками и людьми с ограниченными возможностями это делать доброе дело просто так вот реально просто как из-за этого ничего не получает поэтому вам спасибо большое здоровье вам что у нас есть такие люди и приходите когда вот ее выбрали алина я и говорю вот тебя выбрали значит надеяться на тебя надо как-то людям делать хорошие и себе будет тебе хорошо я собираю ангелочков чтобы знали я собираю ангелочков они не помогают найти я это все и спорта и вообще если вы верите в хорошее каждый человек же по-своему верят у всех с разная вера но если она присутствует у человека это большая сила тебе хочется чтобы крестные родители этого ребенка это были люди которые мы могли явиться образцом и в моем представлении это сразу у меня образ алины вышел она мне сказала ты знаешь я очень тронут этим предложением конечно я согласна вот этот как раз кристин фотография всегда на такая яркая улыбчивая роскошная уверена в себе а здесь она она кроткая и беззащитная представляете она выступает перед такой аудиторией перед таким количеством людей а волнение вот такой сильный я увидела первый раз когда она крестил я так счастлива что я живу на этом свете клянусь вам я просто живут сегодня у меня так и слава богу завтра что меня будет я не знаю это же слава богу конечно мечтая о детях это правда хотя вся страна мы уже наверно там некоторые другие страны пишут о том что у меня там двое или трое детей нет сожалению пока нет детей и я хочу быть конечно валой но пока нет я родилась ташкенте это моя родина поэтому я его люблю до сих пор хотя я там редко очень появлялись но это мои воспоминания это мое все там понимаете там никто не смотрел на тебя там кто богаче кто беднее чем заниматься твои родители сейчас может быть там такого конечно нет как это было раньше когда был советский союз как дружили люди там да я никогда не забуду эти полные стадионы когда играл папа когда он забивал голы конечно его там все хвалили о марат кабаев молодец какой ну кто рядом сидел если он там что-то как-то неправильно постам отдал или еще что-то на него начинали там говорить вот не сдал пастусь ругали если им поворачивалась и говорил попробуйте сами папа я помню когда пришел первый раз на соревнования я знал что он пришел и была такая радостная довольно делаю мяч как у меня укатился и я плакала во время соревнований потому что он пришел папа он первый раз пришел и я делаю такую глупую ошибку не было так стыдно я гордилась за своего отца за свою маму и вообще ник я думаю что никогда не не разведутся это был такой момент у меня родители никогда не разведутся вот но у них была любовь конечно я считаю что я дитя люблю три с половиной исполнилось мама повела ее вот на стадион художе на гимнастике она оттуда выходила слезы я больше не пойду там больно делать вот так ножки надо вот так ручки надо говорил я больше не пойду на эту гимнастичку я гимнастика назвала гимнастичку ну хорошо и потом опять же мы вставали с утра я бабулю будил это правда грубо более может что на гимнастичку проспали ты же скажешь не пойдешь егор нет я пойду оболнаешь вот этот пятистал старый я остановилась на это первое место пока никого в зале не было и так вот я чемпионка мира духом очень мощная я думаю что она была бы прекрасным кандидатом на полет в космос прекрасным кандидатом нас объединяет любовь к нашему отечеству великой россии это не высокие слова это все-то сет идет от сердца от сердца мы тренируемся на мысу астафьева то есть это самый краешек города где начинается находка это находится на красивой сопке то есть весь город состоит из огромных сопок очень красиво встаешь утром можно в окна посмотрите и видишь такой очень красивый яркий такой сочный кораллового цвета восход можно увидеть очень красивый океан очень много кораблей сейчас сейчас руки туда широко да Лена выше шея выше наша композиция называется россия детки тренируются с утра до вечера они хотят чтобы заметили потому что город находка очень маленький город мало кто про них знает заметили их старание их труд в первую очередь это должно быть внутреннее состояние какое-то а потом уже это и в танце и движение вот именно с чувством вот надо потому что там россия это все-таки общая родина на 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 отборочный турнир алина кабаева в нижнекамск мы едем в первый раз двадцать детей два тренера и четыре родителя с нами летит вот мы будем собирать где-то количеством 10 машин рассаживать туда всех деток все чемоданы рюкзаки предметы костюмы наш флаг с которым мы делаем наш номер россия и всем таким кортежем едем в аэропорт дети они живут этим фестивалем они мечтают туда попасть потому что алина кабаева для них это кумир они безусловно хотят ее увидеть лицом где-то даже сфотографироваться может быть м 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 Субтитры подогнали Симон. 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 страны потому что воспитывая будущее страны молодежь именно порядочные и сердобольные люди должны и законы строить потому что как они строятся юридически можно научиться найдется юрист скажет товарищи здесь надо запятую а здесь точку но принимается серьезное решение да есть логика некий последовательность поступков но в основе все алиночка на все время рядом со мной государственной думе и мне интересно наблюдать за ней и мне и терешковой мы и когда ее нет мы обсуждаем с валентином владимировны нашу соседку я обратил внимание на одну очень характерную деталь вот ее улыбка нисходящая с лица кажется думает но все с ней можно пофамильярничать с ней можно ничего подобного ни один чиновник ни один бюрократ не сможет захлопнуть перед ее носом дверь она приходит и говорит ему этому бюрократу условно иваново мы страдаем от того что у нас нет средств развивать этот спор никто не откажет потому что море обаяния и самое главное по существу она не просит для себя она просит для страны потому что воспитывает будущее страны молодежь именно порядочные и сердобольные люди должны и законы строить потому что как они строятся юридически можно научиться найдется юрист скажет товарищи здесь надо запятую а здесь точку но принимается серьезное решение да есть логика некий последовательность поступков но в основе всего этого я думаю все равно совесть что меня покорила в ней ей пишут очень многие и туболь ту просьбу с которой обращаются люди она близко к сердцу принимает и пытается помочь 2008 году когда случилось военные действия в городе схинвал мне позвонили и попросили меня помочь ну и сказать что там многие другие еще спортсмена привозят там что-то спортивный инвентарь мне попросили привести ковры для художественной гимнастике нас встречали ребят из мчс и мы видим что колонна танков идет мы их пропускаем я смотрела на этих ребят и они едут с это поднятой это головой я смотрю в молодые же у них только вот может вообще вся жизнь вот только начинаться и они пошли туда они пошли воевать они пошли быть солдатами потом нас привезли в тот зал где я должна была привести туда ковры и я послушаю как дети вообще могу здесь заниматься вот такая огромная дыра потолке пробита бомбой а тут понимаешь что белый клык это вообще очень хороший пример для человека сколько он трудностей прошел чтобы сильным когда он дрался когда он защищал свою территорию все по жизни его научила что он стал сильным псом таким волком приехали в испанию чемпионат миром мадрид она выступила достойно абсолюта щеменка мира становится алина кабаева все и буквально через буквально 10-12 дней мы узнаем вот это то что говорят что алина попала дисклификации допинга для меня это было конечно но что знал что это быть такого не может это был удар страшно видимо тоже так должно было быть это испытание потому что чем сильнее человек тем больше испытаний ему дает творец не понимала вообще что мне делать это было на 1 это не объясните но у всех наверное были еще с проблемой сложности и похлеще я не знаю было очень сложно мы с ней были на тот момент не так долго знакомы вот и она достаточно юная девочка совсем было я устала я не могу заниматься я вот бросаю предмет я пример что я не хочу выловить я не хочу заниматься этом уезжала и бросала гимнастику несколько раз но вы понимаете да куда можем было скатиться но прям совсем эти потому что но ты была такая потерянная ты не понимал быть ну быть звездой и потом просто тебя взяли вот так вот может и а пол писалось у нас в прессе что кабаева сойдет что это все это на закончит но при этом понимаете как один сказала мам не на тех нарвались раздался звонок ночью ты знаешь я тут сидела смотрела трансляцию показали наших фигуристов я вот увидела что они стоят на своем пьедестале играют гимн поднимают флаг и я поняла что я хочу вернуть афина олимпийские игры кто кричит греция кто кричит украина кто кричит россия молилась просила господи помоги собраться с мыслями мы созванивались волновали друг друга то есть такой смс-ка удачи мы с тобой не бойся ни в коем случае а иногда можно бояться чтобы если что-то плохого не наделать наговорились да ну давай удачи всем пока большая ответственность конечно это все переживание не все так просто как кажется и вообще мне кажется что если каждый бы человек чувствовал боль другого человека там мир был был бы совершенно другим некоторые говорят что можно так сойти с ума но безразличие то хуже всего хуже ненависти как говорится безразличие хуже ненависти и поэтому когда мне позвонили знакомые сказали смотри не бери тебе должны привезти девочку без данных только гнется спина гнется у нее больше ничего нехорошего нету вот я сказал приезжайте приезжайте посмотрим это коротко ясно нами говорит я вас жду 9 февраля у вас есть возможность прилететь и да как у нас есть возможность прилететь поймали машину и нам помнилась и говорит это будет стоит 5 долларов алина мама ничего едем так вот уехали мы с ней первый раз вот в это здание очень тренирующий центра новогорск сначала мне алина не очень понравилось потому что я думала увидеть малышечку маленькую девочку а увидела уже девочку довольно взрослую вот и не в том весе в котором надо было бы мне ее увидеть я сидела в кресле не было невдомек кого я вижу перед собой а я не знала кто передо мной вот так мы познакомились и сказал ну вставай давай сделай как обычно я говорю ну сделай что-нибудь покажи что ты умеешь там когда она начала двигаться двигаться я поняла что это звезда или санна вышла и сказала мне все последующие что вы сейчас можете быть свободны и девочка остается на три дня мы хотим ее посмотреть не звони написать оставила ребенка но когда я выходила из новогорска я не знаю вот я даже сейчас это вспоминаю мне прямо накатываются слезы это была такая для меня неизвестность что я делаю переживала ждала когда это пройдет трое суток наступило утро я набираю или александровне а гать вы можете приехать первым делом я конечно пошла к алине в комнату все эти раскладушки все в слезах и грибы ничего случилось мы это мама говорит три дня горит не давали есть не давали пить мне можно было только и так я в нее запустила булавой и булава прошла мимо ее лица в одном сантиметре все после этого она больше никогда не говорила слова не могу ну-ка иди быстро на ковер и сейчас мне сделаешь упражнение с булавой вот не поверите я стою значит вся в слезах конечно но я встаю и делаю чисто правой и она горит вот что так сразу нельзя сделать нужно обязательно получить получить как следует конечно нельзя поднимать руку но слушайте ну вот она такая но такая вот и я на самом деле я благодарна за это право ни в коем случае не жалейте своих детей лучше вот прям с детства проходить такой урок такую непростую жизнь чтобы в будущем когда ты становишься взрослее чтобы ты был уже такой знаете профессиональный боец ты и 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 Девочки, нам пришло приглашение в Нижнекамск на отборочный турнир фестиваля Алины Кабаевой. И мы готовим новую программу. Хотите попасть на финал? Да! Алина является локомотивом всей этой истории. Она собирает девочек из разных уголков нашей страны. Маленькие поселки, небольшие города. Это надо видеть, как они готовятся к этому фестивалю. Издалека до Волга Течет река Волга Течет река Волга Конца и края Среди хлебов белых Среди хлебов белых Нет, у нас должно. У нас не в этом надо, у нас там еще есть. Нет, ну понятно. Друг как сказка скрипнула. Это наша сказка. Хорошо. Ну окей, окей. Услышать, давайте не будем... Сказка нашей страны. Это наши дети. Дорогая Алина, пишет вам мама девочки, которая занимается с четырех лет гимнастикой. В нашу семью пришла беда. Вот нам установили такой диагноз. В простонародье его называют рак. Был обычный день, вечер. Зазвонил телефон. Когда мне представили, что это из фунда Алины Кабаевой, честно говоря, я не поверила своим ушам. Я просто не ожидала. Я не знаю, я стояла, я не могла вымолвить ни слова. Я стояла просто и плакала. Мы из Тихорецка. Мы поехали в Москву на обследование. Было очень приятно, что, можно сказать, звезда такой величины оказала какой-то интерес, можно сказать, к моей персоне. Она достаточно упорно пыталась восстановиться. Через год она поехала на фестиваль Алина. И это, я считаю, самое главное в жизни Вики – победа. Если бы у меня была возможность, то я бы тоже помогала людям. Но я могу заслужить это своими победами в гимнастике, выигрывать турниры, чемпионаты, так же, как Алина Маратовна. Когда я спросила у Камели, а кем ты хочешь стать? Она сказала, я хочу стать олимпийской чемпионкой. Ну, так говорят многие дети. Я говорю, а почему ты хочешь стать олимпийской чемпионкой? Она сказала, потому что я хочу помочь своей сестре, я хочу ее вылечить, и я хочу, чтобы она жила полноценной жизнью, потому что сестра у нее инвалид. Мой ребенок берет с нее вот именно вот это, что она не останавливается, цель какая-то всегда у нее есть. Она пошла в Думу, она создала какие-то благотворительные фонды. И вот это жизнелюбие какое-то, вот в Алине, вот мне кажется, она детям и передается. Если что-то тебе дается, ты должна правильно отдачу делать, на 100% работать и отдавать это все. Потому что тебе дается сверху, у тебя есть все эти возможности, эти возможности ты должна отдавать людям. Мне кажется, друг друга, то есть такой смс-кой. Удачи, мы с тобой. Мы за нее болели всем сердцем и всей душой, абсолютно все. И когда пошел последний вид ленты, я вам могу сказать, оставалось, может, секунд 15 до конца упражнения Алины, и я уже ушла, с радостными слезами из зала на улицу вышла и орала. Все, повели. И весь дом, когда выиграла, кричат. Смотри, смотри, Алиночка. Я говорю, ну, дай бог, слава богу. Алина Капаева. В честь нее играл Дима Россия. В этом гимне заложена вся та огромная работа, которая была проделана для того, чтобы встать на этот пьедестал и спеть эту гимню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что было, то было. Было-было-было, но прошло. Вот это у нас тандю. Все делают по-разному. Можно по-разному это все делать. Это такая разминка для гимнасток. Это балет. Тут все проверяешь. Тренировки на нашем языке, репетиции у нас начинаются где-то за полтора месяца. И вот фактически каждый день мы готовим номер, который она на фестивале показывает. Разминка наша начинается с классического. Получить. Получить как следует. Конечно, нельзя поднимать руку, но слушайте, ну вот она такая, она такая вот. И я, на самом деле, ей благодарна за это. Правда. Ни в коем случае не жалейте своих детей. Лучше вот прям с детства проходить такой урок, такую непростую жизнь, чтобы в будущем, когда ты становишься взрослее, чтобы ты был уже такой, знаете, профессиональный боец. Две тяните ноги. Ну, видите, быстрее. Темп, темп, темп. Выше поднимаем. Раз. Два. Глубже, Варя. Прогни. Пять. Десять. Громное дело. Допускаем, Варя. Девочки, нам пришло приглашение в Нижникамск на отборочный турнир фестиваля Алины Кабаевой. И мы готовим новую программу. Хотите попасть на финал? Да! Алина является локомотивом всей этой истории. Она собирает девочек из разных уголков нашей страны. Маленькие поселки, небольшие города. Это надо видеть, как они готовятся к этому фестивалю. Издалека долго Течет река Волга Течет река Волга Среди хлебов белых Среди хлебов белых Течет моя Волга А мне семнадцать лет Когда мы работаем по ду музыку, я иногда напеваю про себя. Этот номер про Волгу, вот, все, ну, купальники синие, шарф синий, но это ассоциируется с рекой Волгой. Мячик, он, ну, как бы, по цвету, ну, подходит. А вот эти вот барашки, это, как бы... Такую непростую жизнь, чтобы в будущем, когда ты становишься взрослее, чтобы ты был уже такой, знаете, профессиональный боец. Средините ноги, ну, видите, быстрее. Темп, темп, темп. Выше поднимаем. Раз. Два. Глубже, Варя, прогнись. Пять. Десять. Громное дело. Допускаем, Варя. Девочки, нам пришло приглашение в Нижнекамск на отборочный турнир фестиваля Алины Кабаевой. И мы готовим новую программу. Хотите попасть на финал? Да! Алина является локомотивом всей этой истории. Она собирает девочек из разных уголков нашей страны. Маленькие поселки, небольшие города. Это надо видеть, как они готовятся к этому фестивалю. Издалека долго Течет река Волга, 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 Это номер про Волгу. Купальники синие, шарф синий. Это ассоциируется с рекой Волгой. Мячик по цвету подходит. А вот эти вот барашки, это как бы волны такие. Мы сейчас едем через реку Волгу. От Ульянска до Нижнекамска ехать на где-то 5-6 часов. Как-то волнуемся. Когда показываешь свой талант, ты хочешь, чтобы ты всем понравилась. Тренер Татьяна Николаевна говорит, душу раскрывать надо, показывать. Надо было, чтобы все красиво было. Другой мальчишка отпевает мне... Безусловно, мне кажется, в прекрасный такой праздник. И я счастлива безумно. Молодцы, молодцы. Только побольше эмоций. Вы что, перепугались, что ли? Нет. Я что, страшная? Нет? Нет. Ну, слава Богу. Завтра постарайтесь, ладно? Зрители придут. Судьи будут. Я буду смотреть на вас. Ладно? Надо, чтобы красивые были, с хорошим настроением, уверены. Потому что, если хорошо выступите, можете на фестиваль поехать. Что же важно? А? Хотите, да? Ну вот, должны постараться. Лучшие команды из Нижнекамского едут на фестиваль в Москву. Едем на фестиваль Елены Кабаевой. У нас было 16 девочек. Я стояла в номере «Волга». Нам исполнял песню Иосиф Кобзон. Мне кажется, очень здорово выступать, когда поет народный артист. Мне кажется, это очень, очень красиво. Когда Кабаева проводит фестиваль, я, правда, у нее всегда спрашиваю, Алиночка, что исполнить на этом фестивале. И Алина мне сказала, что вот давайте для ульяновской команды споем эту песню. И когда Иосиф Давыдович поет эту песню про «Волгу», с другой стороны, он уже звезда, ну что он там пойдет, споет, и там детки какие-то, ну, это же все-таки тоже неминитые, гимнастки какие-то там. Но он с таким удовольствием согласился. Для наших детей это большое дело. Некоторые дети даже не были никогда в Москве. Они увидели артистов, которых видели только по телевизору и даже не могли мечтать с ними, просто рядом сидеть. А это они с ними выступали, выходили вместе, держали за руки. В Лужниках ежегодно мы становимся свидетелями потрясающего зрелища, когда эти красивые, стройные детки, когда они счастливы, с бантиками, с какими-то непонятными разноцветными костюмами, с счастливыми лицами, и она все обеспечивает. Заранее все обсуждается с режиссерами, с теми людьми, которые могут ставить шоу с хореографами, с декорацией новой. Но это целая история, знаете, тоже новый опыт, абсолютно. Я этого никогда не касалась. И я, на самом деле, счастлива, что я в этот процесс погружена. Она абсолютно твердой и в своих убеждениях, и в тех делах, которые она делает, абсолютно твердый человек. Я довольна, но очень волновалась. И я, знаете, сегодня опять, пока шла по коридору, когда чемпионат Европы или чемпионат мира, у нас очень длинные всегда коридоры, потому что в больших дворцах проводятся чемпионаты Европы и мира. И ты пока идешь по коридору, ты так волнуешься, и я вот этот коридор вспомнила, как будто сейчас я выхожу на помост и буду выступать. Я до сих пор не могу спокойно смотреть. Опять я себя сжимаюсь, опять так же содрогаюсь, понимаю, что это уже запись, что успокойся, это уже прошло. Вот у меня такое ощущение, что я сижу в зале, объявляют Алина Кабаева. Я думаю, что вся Россия с замиранием сердца наблюдала момент, когда обруч слетел с пальцев, сколезнула буквально. Как она совладала с собой после такой серьезной ошибки, как она собралась и завершила вторую часть своего упражнения, абсолютно без ошибок. Это просто честь и хвала. Я в тот момент вспоминала самые лучшие свои дни. Я вспоминала свою маму, как мы с ней гуляем, как я прихожу домой, что она готовит мне. То есть вот так вот я себя держала, чтобы не заплакать. Потом я позвонила маме, все, я говорю, жизнь закончилась. Я не знаю, как дальше жить. Жалеть я ее не хотела. Вот прям жалеть, сказать, доченька, да ладно, бог с ним, нет. Это не страшно, говорю, Алина. Это совершенно не страшно. Это хорошо. Это здорово, что ты просто призер Олимпийских игр. Вот некоторые мне говорили, Алина, ты же не корову проигрываешь. Я смотрела, я говорю, да, я не корову проигрываю, может быть. Но я не хочу проигрывать. Все, для меня это, я не хочу проигрывать. Нет. Пусть я сегодня не выиграю, но я точно знаю, что завтра я выиграю. Вот это должна быть уверенность в каждом человеке. Мне кажется, это вот, вот это движет вообще человека к победе. Не надо расстраиваться. Сегодня не смогла, завтра сможешь.